Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы и затронул уже вопрос о системе ортополения, общий вопрос. Были вопросы и более частные, потому что выбирать, какие именно для вас животрепещущие, конечно, очень сложно. Я буду по мере, как говорится, поступления. Вот вопрос об водяном отоплении. Что такое водяное отопление? Это когда у нас стоит котел, котел это агрегат, нагревающий воду, это фактически водонагребатель. Есть отопительные приборы, это непосредственно радиаторы. И есть трубопроводы, которые соединяют отопительные приборы с котлом. И вот в этой взаимосвязи, если мы рисуем котел, если мы рисуем радиаторы, мы должны, конечно, соединить их между собой трубопроводами. Если бы так было, конечно, все просто. И самое главное, вопрос был задан, какой теплоноситель лучше, вот именно водяное отопление и какой теплоноситель лучше. Но я сознано начал именно говорить о системе отопления, а потом перейду к теплоносителю. Так вот, система отопления не может быть простой при том, если не учитывать ее в общем. Почему? Потому что у нас твердо топливный котел. Это очень инерционная система. И если мы создаем такую же инерционную систему, как мы делали раньше расширительный бак, от бака на радиаторы у нас шли опуски, и тогда мы в обратку. Если такая система отопления с большими диаметрами трубопроводов, с большими, как говорится, объемами воды, то, понятное дело, она будет более-менее работать гармонично. Вот в таком плане. Если же мы, как говорится, отказываемся от старой системы, особенно она выполнялась стальными трубопроводами, вопросов не было, мы начинаем, как только отказываться от больших объемов, возникает проблема. Как нам согласовать котел, который инерционный, с малым объемом теплоносителя. Потому что в процессе вскипания будут... Плюс к тому, что современные системы делаются новыми трубопроводами, сделанные из полимеров. Тогда мы согласовываем систему через объемный гидравлический разделитель. И у нас тогда все получается отлично. За исключением того, что нужно еще продумать систему управления вашими радиаторами. Но это отдельный вопрос, мы сейчас его не касаемся. Так вот, если мы... Теперь возвращаясь к тому вопросу, какая лучше... Какой теплоноситель лучше? Значит, если мы возвращаемся к вопросу по тому, что человек хочет ну, залить в систему незамерзающую жидкость. Вот и представьте. Думая о том, что у него там малый объем, допустим, если у него стоит газовый котел, и он соединен с радиаторами отопления, то там все очень, как говорится, просто. Все очень просто в таких случаях. Потому что очень малый объем теплоносителя, он вполне позволяет залить сюда и даже жидкости, которые незамерзающие. Но в таких объемах, вы сами представляете, сколько у нас объем будет теплоносителя, во что вам выльется, если вы будете лить незамерзающую жидкость? Это первая причина, которую вы должны учитывать. Мало того, если мы посмотрим физические свойства незамерзающей жидкости и физические свойства воды, то физические свойства воды значительно лучше и позволяют, как говорится, лучше накапливать, передавать тепло, лучше физика, меньше линейное расширение, как, допустим, у замерзающей жидкости, больше линейное расширение, и на нее нужно, конечно, и расширительный бак, дополнительно большой. Здесь бак мы дал, ну, кажется, учитель на ледейное расширение воды, допустим, там пересчитываем. И плюс к тому, что незабереждающая жидкость в течение 5 лет себя вырабатывает. Ее нужно через 5 лет просто заменить. И вот этот главный принцип подбора, когда мы выбираем, что лучше, и ложится у нас в том, что от этого у нас зависит, какую мы даже систему приспособления какие-то начнем придумывать. Потому что сам процесс, допустим, если у вас открытая система, то незамерзающую жидкость вы вообще не нальете, только в закрытую систему. Поэтому по незамерзающей жидкости, в наше мнение, вот у нас специалистов, неудачное решение, это решение принято и насаждаемое обычно, как говорится, людьми, которые боятся, что у них в какой-то момент размерзлится система, но нужно не бояться, а просто ее топить. И тогда у вас не будет прецедентов того, что у вас размерзлится система. Поэтому водяное отопление самое лучшее из всех, которые на сегодняшний день придуманы. Вода лучше всего по физическим свойствам годится для системы отопления. Но тут же меня некоторые могут поправить, что от воды, потому что это уже было, от воды у нас, как говорится, портится тот же котел. Вот, вода имеет очень, там, свойства не те по загрязнению. Ну так давайте заливайте нормальную воду, это раз. Во-вторых, если мы даже залили сюда воду, которую, ну, залили из обычного крана, из колодца, и она один раз отреагировала, пленочку, которую она сделает на наших приборах, будет такой тонкой, о которой о ней даже не стоит и говорить. Как некоторые приводят, вот чайник, так вы чайник, прежде чем он зарастет, сколько раз там в нем воду выкипячиваете. У нас вода не меняется. Ради эксперимента возьмите чайник, один раз налейте, вот новый чайник, налейте водой и вскипятите. Вы увидите пленку, вы никогда пленку не увидите, даже не ощутите. Он как был у вас белым, чистеньким, сверкающим, так и останется. То же самое происходит и в системе. Заливаете воду, не бойтесь, ничего не будет. Воду любую, кроме грязной, в ней не должно быть взвеси. Взвеси нужно исключить, ее нужно фильтровать. Кроме того, что у нас, когда мы ставим уже на системе, ставим насосы, мы перед насосом обязательно ставим резервики, которые отбирают вот эту грязь, которая идет по системе. Это все учитывается в правилах установки оборудования. И это должно быть делаться само собой, если вы по каким-то причинам не поставили. Ваши монтажники не поставили, то это значит, что вы просто не знаете этого процесса. Поэтому водяное отопление – это хорошо. Не нужно, как говорится, бояться, нужно все предусмотреть, рассчитать. Спрашивайте, что вам конкретно непонятно. Потому что систему отопления мы будем разбирать отдельно в отдельном вопросе. Вопрос стоял именно, идти на водяное отопление человеку, ими не идти. Нужно ли, как говорится, брать воду в разработку, или пользоваться другими, как говорится, жидкостями. Значит, однозначно. Даже был вопрос, могу ли я залить вертеное масло. Однозначно нет. Во-первых, это опасно. Во-вторых, линейное расширение уйдет другое, чем у воды. Текучесть хуже. Масло – это в закрытых системах, где-то очень маленьких-маленьких объемах применяется. Но никак не в больших вот таких вот объемах. Поэтому вода и только вода. За то, чтобы, как говорится, применять какие-то другие трубопроводы, значит, применяйте трубопроводы те, которые допущены для водопроводов, для отопления. Если вы, как говорится, учитываете то, что написано в правилах, значит, все у вас будет в порядке. Поэтому по выбору, водяное отопление хорошо или плохо, я сказал. А вот дальше, как говорится, ваши вопросы. Продолжение следует...